Всем привет, с вами Роман Раскольников, и я продолжаю проходить игру по названию Fear and Hunger 2. Итак, в общем-то, в прошлой серии я нашел еще один бункер из трех. Это... Подождите. Что-то случилось с текстурами. Ну-ка. Серьезно, что за ерунда? Так, все, я решил проблему, нужно было просто игру перезапустить. Так, в общем-то, мне подсказал один из подписчиков, как можно найти третий бункер. Второй это я нашел. В принципе, рано или поздно я бы нашел третий бункер, потому что я экспериментировал с этими кругами. Я хотел попробовать на всех кругах нарисовать знак Архера и побывать в этом. Ну, хотя, в принципе, я бы попробовал бы там нарисовать знак Винушки. Но дело в том, что сейчас, короче, не получается у меня провести два эксперимента за одно прохождение. Потому что, во-первых, я хочу попробовать во всех измерениях Архера сделать свой идол. И посмотреть, на что это повлияет. Если это на что-то повлияет. Ай, блин! Ну да. Так. Ну, получается, что один круг, где я могу несколько своих идолов сделать, я потрачу на для того, чтобы знак Винушки нарисовать. Так, стоп, не то. Не, ну, слушайте, ладно. Я даже не знаю, Джоджа, блин, наверное, с рук он больше будет наносить урона, чем с ружья. Так, по-любому, Карин будет наносить урона больше винтовка, это однозначно. Ладно, Джоджу тоже, на всякий случай, дадим ему винтовку. Сейчас я хочу исследовать одну часть города. Там, где разрушены здания. Я там бывал, но мне кажется, что я там не всё исследовал. Хочу туда вернуться и перепроверить, действительно ли я там всё исследовал, или там был какой-нибудь проход. А потом я отправлюсь активировать третий кабель. Ай, блин, я этого забыл, доктора подлечить. Да, ну, смотрите. Так, руку он не отрубил, это уже хорошо. Короче, руку он не со 100% вероятностью рубит, а с какой-то. Там какой-то процент есть. Так, а перед тем, как сражаться с безлунницей, мне лучше запастись рассудком. Нужно искать... Блин. Нужно как можно меньше времени тратить на обследование города, но при этом максимально много алкоголя найти. Серьёзно? Короче, решил оптимизировать свой билд. Ну, не билд, а это там... Лут, короче. Он мне всё испортил только. Так, эээ... Руна Соломона Снейка. Баллистический. Так, подождите. Ну да, так пойдёт. Так, есть ли что-нибудь лучше бременского нагрудника? Нету. Так, пускай будет Сирогильское копьё у неё. Так, Джоджо будет драться руками. Так, Адану дадим железное копьё. Странно. Странно. А, ну да, я же игру перезапускал. Теперь, если я буду загружаться с одного и того же сейва, возможно, всегда будет вот именно вот на этом ящике. Ну, не именно на этом ящике, а именно первый ящик, который я буду открывать, всегда будет падать орёл. До перезапуска игры. Так, опять-таки какое-то отжерелье и я не совсем понимаю, для чего оно нужно. Серебряное жерелье смонтировано в него камнем души. Камень защищает от подсосторонних сил. Это, наверное, всё-таки защиту. магическую нам даёт дополнительную. Так, у меня есть в резерве три сохранения. А, я ещё два могу раздобыть. Да, хорошо. Если мы сейчас идеально сходим в третий бункер и активируем там кабель, то, возможно, я сохранюсь с помощью мела. Блин, надо было... Блин, ладно. Не успел. Короче, ладно, я знаю, что так не надо делать. Можно сразу в тело бить. Но я хочу Дан вылечить в бою. Хотя, возможно, мы сейчас его убьём. так, отлично. Так, по идее, мне железные копии уже не нужны, можно их не обыскивать. И из них вроде, насколько я понял, со стопроцентной вероятностью падает железное копьё. И всё. И больше ничего не может упасть. Так, лучше бы табак выпал, а не трубка. Питцкиллхоу был. Блин, не знаю, что такое. Так, фрагмент ткани. Четыре шлинга. Так, короче, торговца, который торгует с нами с помощью вот этих вот ржавых жемчужин, мы можем вызвать только однажды, потому что у меня портрет пропадает, и его нельзя вызвать снова. Поэтому я предлагаю сначала накопить, короче, по возможности. Вот этих жемчужин в измерениях Архера, а уже потом активировать круг и призвать его. Так, сейчас выпадет Орешка, потом Орел. Нет, Орел. О, баллистический щит, отлично. Так, у доктора на голову можно что-то одеть. Отлично. Закаленное сердце. Мне кажется, закаленное сердце надо мне таскать. Дает какую-то решимость. Я не понял, что за решимость может быть, типа, если у меня панафобия, и, типа, я боюсь, и иногда я промахиваюсь, да, а решимость может быть у меня усилить шанс попадания, короче. Попадания, точнее. Попадания. Шанс попадания по врагу. Потому что когда у меня панафобия, типа, мой персонаж начинает бояться. Так, подождите. И иногда есть такой шанс того, что я, короче, промахнусь. А с решимостью я, может быть, не буду промахиваться. Ну, один на один с собакой я тоже не сражусь. Мне нужно очень много урона по ней наносить. Я сейчас бегаю в надежде на то, что найду, короче, водку, пиво. Мне бы еще не помешали бочки с вином, но здесь они какие-то неправильные. В прошлой игре можно было с бочки два флакона набрать. сейчас только один флакон можно набрать. И бочек не так уж и много. В первой части даже вроде мне кажется бочек было больше. вон, трубки только падают. Зачем мне трубка без тапака? Лучше бы тапак падал, а не трубки. так, заходить я в этот не буду. А, да, кстати, а мне мне, кстати, не обязательно теперь подсказку смотреть, да, наверное, ну ладно, не знаю, мы сразу попробуем ввести пароль, который мы узнали в прошлой серии. Если пароль изменился, то нам придется опять искать жрицу солнца, там дьявола и еще кого-то, продавца какого-то, масок вроде, продавца масок. Так, мял. Тупик. Морковь, бутылка пива уже получше. Так, рассудок пока что есть. С другой стороны, если у меня не получится поддерживать рассудок на нужном уровне, бутылки, мне выгоднее было бы тогда сэкономить вот эти бутылки пива и водки на будущее, чтобы магию кастовать. просто просто сейчас не употреблять эти бутылки получить панофобию, но мы так или иначе скорее всего получим панофобию в битве с собакой с безлунницей. Так, стоп. Сколько у меня шиллингов? Я думал в пленке будет подсказка где находятся бункеры, а там ерунда какая-то. 33 шиллинга. Дикая дага. Табак! Отлично! Предлагает трубку купить у меня их и так много. Лучше бы ты ну ладно. Лучше бы ты у меня покупал предметы, я бы продал тебе столько трубок. Было бы здесь хотя бы что-нибудь наподобие комиссионки, где я мог бы ненужные предметы сдавать по дешевке. Я понимаю, что ему по идее не нужен мой товар, ему нужны деньги. Конечно, я бы мог дагу купить, но я не знаю, для чего дага нужна. Было бы забавно, если дага повышает рассудок во время боя. короче, вместо этого взял и купил табак. Да, надо было все-таки зайти в музей. так, подождите, я хочу попасть сейчас подождите, я не отпилил ему голову. По какой причине? почему у него до сих пор голова не отпилена? Так, вот, собственно, я вот сюда хотел попасть. Вы чувствуете, что кто-то или что-то преследует вас, но это из-за рассудка низкого. пока что еще потерпим. О! Абдул! Я настоятельно рекомендую держаться на расстоянии. Вы замечаете желтого мага впереди. Что ты имеешь ввиду? Люди подходят к фестивалю по-разному, я не знаю вас достаточно хорошо, чтобы сказать каково ваше истинное намерение, поэтому в качестве меры предосторожности просто держись дистанцию и возможно увидишь завтра. Я не намерен идти на ненужный риск. Ничего личного. Тебе не нужно меня бояться? Я вас не боюсь. Я предупреждаю вас, если вы подойдете ближе, я буду считать это враждебным поведением и буду действовать соответственно. Он нам короче угрожает. А я кстати не знаю, это мина или не мина? давайте попробуем близко подойти. Ой, я понял, что он делает. Фух, это же желтый маг. Да, у них читерный танец есть. Было бы прикольно, если бы я мог этот читерный танец использовать, играя вот за этого желтого мага. И заранее отрывать конечности врагам, которые ко мне подходят. Мы не должны воевать друг с другом, должен быть другой путь. Ты сошел с ума? Почему мы воюем друг с другом? Считай, что я выбыл, я не хочу в этом участвовать. Посмотрим, как сложится звезда, похоже, пришло твое время идти, мой друг. я не умею льстить, пожалуйста, продолжай. А могу ли я быть вам чем-то полезен? Полезно. А хватит лезть и переходим к стратегии выхода. Фестиваль требует самостоятельности, у меня нет от тебя пользы, другими словами. Так, я думаю, что ему надо рубить руку с посохом. Странно, а почему? О, отлично. То, что нужно. Да, только он может... Подождите, а чем он кастовал Хартинг? Рукой или посохом? Слушайте, я дерусь только... Я в соло дерусь, почему? Придется лечиться. О, неужели Абелла одумалась? Такой... Атакуй-ка его тоже. Блин, какая же читерная способность? Раньше, короче, желтые маги призывали ОС, и они, типа, не позволяли мне ходить, пропускал ход, встанели меня, а теперь крысы. мы по телу даже попасть не можем? Серьезно? Неужели? Так, давай-ка по голове бить. Так, амарку пускай в тело бьет на всякий случай для подстраховки. Доктор в голову. Да, отлично. Камень-душ, желтую мантию мага и 0x безголовый волшебник. О, Саупал. Ну, слушайте, он со мной нас напал. Это не мы на него нападали. Мы просто к нему близко подошли, он на нас напал. А, слушайте, а нам, в принципе, сюда и не надо было идти. Можно было оставить его в покое. Ну, ладно. Если вдруг убьют, я его, наверное, не... Хотя, с другой стороны, я могу его магию теперь изучить. Так. Обезглавленный волшебник. Высушенная и сожженная отрубленная голова. Лицо навсегда осталось в злобной гримасе. Однако, голова не лишена смысла. Какая-то сила в нем отражает потусторонние атаки время от времени. Потусторонние атаки время от времени. Отражение потусторонних атак. Кстати, а на что я поменял? Так, по идее у меня есть руна. Временские нагрудники. Так, давайте вот так вот попробуем. Короче, я так понял, эта голова может отражать какие-то заклинания время от времени. То есть, не постоянно. С каким-то шансом. с каким-то шансом на успех. Так, здесь мы уже бывали. А, так, подождите, а вот сюда я вроде не проходил. Или проходил? Нет, я вижу открытые бочки, значит, проходил. Так, стоп, 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 стоп. стоп. Так. По идее, мне кажется, мы можем его в тело убить с легкостью. да, я так и думал. Не сработало, к сожалению. Так, будем в тело бить. джо, джо, джо. Да ё-моё Так, ну раз здесь у нас враги Так, подождите Получается мы здесь не были, раз Да Здесь враги И необысканные бочки Так, стоп, а я сюда не заходил Эй, повернись на нас Дурак, повернись на нас Всё-таки я был прав Эта часть осталась не исследованная До конца Отлично Хе-хе-хе-хе Чего? Блин Так, стоп, а что это я туплю-то? Надо бить в тел... А, понятно Так, я знаю, как его выбить из равновесия Но дело в том, что у него есть контрудар какой-то Сорона Лучше всего бить в тело Так будет безопаснее А, всё-таки Я... Не полностью исследовал эту часть города Я даже такого не припоминаю Такой локации Кстати, печатные машинки Не знаю, стоит ли все проверять или нет Вдруг там какая-нибудь записка Напечатана И мы просто листок вытащим из печатной машинки И прочитаем какую-нибудь подсказку Хотя я вряд ли думаю, что такое возможно То есть прик... Подождите, записка Прикол в том, что Я поднялся на второй этаж Но на втором этаже вообще ничего полезного нет Можно сказать, что мне не нужно было сюда даже подниматься Так, а тут... Да Ну, слушайте, пока что Рассудок у нас понижается Но не так быстро Это какой-то офис Хм А, да, точно Мы же можем вниз спуститься Возможно, это... Спуск в подземелье Так, стоп Ему прострелили голову Но с другой стороны, кстати Если я сейчас Восстановлю себе рассудок То ничего плохого не случится Так или иначе У меня рассудок будет понижаться Я просто хотел, чтобы у меня максимально полный рассудок был Перед битвой с этой безумницей Но мне кажется, что у меня не получится так сделать Есть предположение, что нам нужно, короче Бить в тело Даже, возможно, не нужно рубить лапы Но тогда мы потратим очень много аптечек А я не знаю, какой у нас босс Но, судя по первой части У меня тех аптечек, которые у меня есть Должно хватить И даже остаться Я их копил, короче, на будущее Я их специально не использовал Вон, у меня 13 трубок Для чего мне 13 трубок? Если достаточно одной Так, стоп Ага Отсюда у него выйти Давай Давай Ай, блин, точно Нормально Так, даже будучи голодными Мы можем его за первый ход убить Нет Не можем Капец А я думал, можем Ай, блин, точно Я не знаю, что это такое, но я бы не хотел на это наступать. Похоже на мины. Так, по идее на обратном пути я смогу, наверное, купить еще немного табака. Так, не, что-то мне это не нравится, это определенно мины. Определенно мины. Ммм, грибной рагу нашел. Дверь не подается, и мы ее даже выбить не можем. Ты кто такая? И что дальше? Так, она что-то нам оставила. Ожерелье однокрылого... Так, стоп. Ожерелье однокрылого. Звучит так, как будто это ангел. Однокрылое ожерелье в форме крыла бабочки, а на другой стороне вырезано. Ты не можешь иметь что-то новое, пока не порвешь крыло бабочки и не пожертвуешь что-то взамен. Странно. Пускай Джоджи, короче, носит. Крыло бабочки. Может, это будет нам какое-нибудь... Типа, какое-нибудь уклонение добавлять. Шанс уклониться от... Рака. Кстати, у Джоджи есть уклонение, но не знаю. Так, не то. Боб и плетение. Что такое? Защитная техника, при которой человек поворачивает голову в бок и... А, вот. Как раз я про эту защитную технику и говорил. Так, еще раз внимательно осматриваемся тут. Тупик. Не пройти. Был. Не хотел бы я проверять, что это за круги такие. Если это действительно мины, то это очень плохо. Будем предполагать, что эти круги мины. Так, будем осматриваться внимательнее здесь. Так. Тупик. Ну, ладно, я, наверное, в следующей серии схожу. В бункер. Так, стоп. А я был в этой части города? Мне кажется, что я отсюда убежал. Да, я не до конца исследовал эту часть города. Черт. Ах! Блин! А как мы в прошлый раз убивали? Ну, мы вот так вот, короче, делали. Так, стоп. Определенно надо по рукам бить. Вроде бы у него прочные руки были. Да. Я понял, в чем проблема. Мы голодны, поэтому у нас урон понижен. Так, ладно, давайте теперь снесем ему левую. Да, я лишний урон получаю из-за того, что я не покормил их всех. Так, стоп. А давайте в тело бить, раз он нас не атакует этой рукой. Давайте мы будем бить в тело. Надо было в тело все время бить. У нас было преимущество. А мы им не воспользовались. Так, тихо. Успел. Только он нас может заставить бросить монетку. Стоп. Почему мы урон маленький наносим? Я же их всех покормил. Да, написано то, что они голодны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, придётся лечиться. Блин, ещё и отравление получил где-то. Так, повышена защита. Возможно, это как раз-таки... Крыло бабочки даёт защиту повышенную. Так, всё готово. Так, посмотри. Ты кто такой? Ага. Какой-то военный. Без предупреждения солдаты стреляют в вас в упор. Блин. Возможно, мы его могли бы убить чисто в тело. Но... Да, могли. Но я не стал рисковать. Чёрт! Это правда были мины? Понятно. Это неправда были мины. Ну что ж, тогда мы на этом завершим серию. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Расконников. До встречи в следующих видео. Всем пока. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова